здравствуйте дорогие друзья сегодняшний выпуск я хотел бы начать с одного очень важного вопроса а именно что лучше длинный или короткий большинство мужчин наверняка сходу ответила бы конечно длинный а вот большинство эрганеров задумалась бы и правильно сделала потому что вопрос этот для них не риторический абсолютно с практическим смыслом короткий легче меньше его удобно носить собой но наверняка недостаточно точный из-за короткого ствола ну и конечно количество выстрелов с одной заправки тоже невелико из-за резервуара небольшого объема длинный наверняка не поместится в любимый рюкзачок зато он должен быть точнее потому что ствол длиннее количество выстрелов с одной заправки может быть в два или даже в три раза больше ну и в целом длинная конструкция как бы постабильнее что должно положительно повлиять на качество стрельбы что-то из перечисленных мной аргументов за или против длинного и короткого мифы а что-то правда отделить одно другого поможет только практический опыт вот именно его я предлагаю немножко подкопить и так сегодня мы будем пристально рассматривать через макролинзы прожигать пытливым взглядом прикладывать к плечу а также пытаться попасть туда куда нужно из двух абсолютно одинаковых винтовок сделанных российской компании russia air rifle обе в калибре 5 5 обе с редуктором и обе со стволами сделанными компании лотер вальтер разница лишь в длине у одной 30 сантиметров у другой 45 и так в красном углу lv 12 short в синем углу lv 12 long начнем как всегда с внешнего вида своих обзорах я часто люблю вспоминать об оружейных эстетах и предполагать их реакцию на тот или иной дизайн оружия этот обзор точно не для них потому что смаковать нечего сами честно говоря когда увидел эти винтовки тоже немножко расстроился потому что не любитель я этого гипер минимализма и пластика но глядя на них вдруг как-то я ощутил ностальгическую волну воспоминаний о своем детстве и в моей голове прокрутились флешбеки с кадрами из моих любимых боевиков команда рэмбо когда огромные накаченные парни бегали с пулеметами автоматами по джунглям и косили направо и налево злодеев инопланетян и повстанцев я дал бы все на свете чтобы побегать с этими парнями по джунглям а чтобы взять в руки их оружие готов был учиться на одни пятерки целый год но к сожалению в тревожные застойные восьмидесятые мои родители не могли купить мне даже пластиковую реплику этих пистолетов пулеметов и автомат к чему собственно я тут так долго распинаюсь да вот к чему я понял на что похожи эти винтовки на мою детскую мечту и теперь я могу и только взять ее в руки но и рассмотреть поближе начинаю я обычно сложа но его здесь нет есть пластиковая рукоятка и пластиковый приклад смонтирована все это прямо на металлический корпус винтовки это так называемый модульный дизайн и все элементы по идее можно заменить на свои по вкусу пластик рукоятки и прикладок качественный и не поцарапался в процессе эксплуатации мной в течение недели причем винтовку я не берег и даже специально очень небрежно с ней обращался дизайн приклада выполнен в американских армейских традициях и для любителей этой эстетической ветви должен показаться очень симпатичным рукоятка простая и совершенно не анатомическая есть выступ для среднего пальца насечки обычные не царапаются но цепки к их функционалу претензий нет приклад заканчивается затыльником с очень выпуклыми насечками в виде маленьких пирамидок на нижнем конце приклада есть антабка для крепления ремня она на шарнире так что винтовку можно вешать с обеих сторон обе винтовки практически во всем одинаковые отличаются только длиной ствола и резервуара ну и немного конструкции саунд модератора в короткой версии на модераторе есть небольшие отверстия она длинный нет ствол вообще не видно потому что с одной стороны он закрыт саунд модератором а с другой спрятан в корпус винтовки резервуар крепится корпусу снизу с одной стороны у него фирменный манометр с логотипом компании производителя который кстати светится в темноте а с другой он уходит в недра приклада металлические детали обработаны качественно анодировка черная матовая везде слева перед скобой спускового крючка находится рычаг взвода черного цвета анодированный в цвет кузова справа в прикладе есть прорезь в которой находится рычаг взвода пружины ударника этот и другой рычаги можно переставить на другую сторону первый самостоятельно нужно открутить всего два винта второй обратившись к производителю мне не очень нравится то что барабан торчит над корпусом винтовки такая компоновка ограничивает возможности стрелка при прикладывании и как следствие выборе как прицела так и место его установки кстати этот недостаток можно исправить если использовать опциональную полочку для одиночной зарядки тогда барабан мешать точно не будет между корпусом винтовки и резервуаром есть небольшая щель в которую в процессе эксплуатации может попасть пыль поэтому будьте к ней внимательней когда я смотрю на короткую версию винтовки то меня ничего не ломает все на своих местах но длинная кажется мне пустой я долго не мог понять чего не хватает и путешествуя по сайту производителя наткнулся на то что помогло мне справиться с ломкой и восстановить ощущение баланса в дизайне винтовки это адаптер с тремя планками вивера который крепится прямо на резервуар я его установил и успокоился теперь я как настоящий рэмбо смогу стрелять сошек поставить мой любимый фонарик и лсу и все это одновременно внешний вид этих братьев или сестер не вызывает эстетического восхищения он работает по-другому как бы шепчет тебе на ухо бери меня и иди вперед мочи направо и налево негодяев чтобы они падали вниз гадким карканем и поверь у них не будет шансов потому что я не подведу если вы видели фильмы о которых я говорил раньше то поймете о чем я даже если форсаж видели все равно поймете особенно серии с мигом fox заправка резервуара очень проста и удобно поворачивайте защитный колпачок против часовой стрелки и вставляете штуцер в открывшиеся отверстия после заправки вынимаете штуцер и поворачивайте колпачок обратно теперь заправочное отверстие надежно защищено от пыли зарядка барабана тоже дело достаточно простое но нужно кое-что знать а именно сначала прозрачную пластиковую крышку поворачивайте примерно на 360 градусов против часовой стрелки имейте ввиду что она подпружинена и ее нужно придерживать рукой потом юбкой вперед вкладывайте в отверстие с обратной стороны первую пульку после этого можете отпускать крышку она никуда не денется затем можете смело переворачивать барабан и вкладывать пульки в камеры одну за другой последовательно вращая прозрачную пластиковую крышку все достаточно просто после того как выложите все пульки нужно совместить пазик на крышке барабана шариком торчащим из его корпуса зарядка барабана завершена и он готов занять свое место в ствольной коробке винтовки если вам не нравится стрелять с помощью барабана и вы не хотите вкладывать пульку в ствол пальцами то вам поможет опциональная пластиковая полочка для одиночной стрельбы на своем месте она фиксируется четырьмя шариками с нижней стороны достаточно надежно процесс смены барабана на полочку и обратно занимает буквально несколько секунд без разбора винтовки можно отрегулировать только длину первой ступени спуска вот этим винтом вес винтовки без оптического прицела 1 килограмм 850 грамм баланс с установленным прицелом компактного размера находится вот по передней грани рукоятки прикладывается винтовка стандартно никакого дискомфорта я не испытал очень помогают опциональный адаптер с планками вивера контакт с ним на мой взгляд гораздо удобней чем контакт с резервуаром винтовки рука не скользит и учитывая что его можно двигать всегда есть возможность подобрать удобную для себя позицию левой руки это мне кажется очень удобно и хорошо короткая версия vl 12 весит на 200 грамм меньше длинный то есть один килограмм 650 грамм центр тяжести с установленным прицелом находится за рукояткой по прикладке она мало чем отличается от длинного собрата с той лишь разницей что для левой руки стрелка здесь гораздо меньше места она ограничена передней частью скобы спускового крючка и концом резервуара но что поделать такова плата за компактность короткая версия мне показалось достаточно верткой и не очень удобной для стрельбы и свободных позиций длинная на мой взгляд гораздо ближе к идеалу точные винтовки обе они весят немного что очень хорошо для любителей пеших прогулок по пересеченной местности но не очень хорошо для точного попадания в цель одним словом не терпится посмотреть как они стреляют и ответить на вопрос что же лучше длинный или короткий и так начну стрелковый тест с коротыша стрелять буду пулями gsb exact джамбу диаболу калибр 5 5 вес 1,03 грамма сейчас легкий ветерок дистанция стандартная для моих тестов 35 метров собственно заряжаю и к барьеру перезарядка у винтовки четкая не нужно каких-то дополнительных усилий фокусироваться на том чтобы что-то дожать или дотянуть посторонних звуков хрустов и скрипов не обнаружено винтовка коротковата и я использую не совсем привычный для себя хват но на удивление на качество стрельбы это не влияет магазин очень сильно выступает за верхнюю грань корпуса винтовки это может помешать многим при прицеливании поэтому с этой винтовкой лучше использовать оптические прицелы компактных моделей ну и конечно щека из дерева или пластика тоже не помешало бы потому что железо холодит скулу честно говоря мне не очень удобно стрелять с такой высотой прицела но учитывая то что планка пикатинни находится настольной коробкой на небольшом расстоянии то мне кажется что с этой винтовкой лучше использовать высокие кольца хотя конечно это вопрос индивидуальный усилия на спуске у винтовки из коробки достаточно серьезное что совсем для меня непривычно поэтому пришлось потратить несколько пулик и дело пошло у винтовки есть механизм снятия с боевого взвода делается это просто придерживаете рычаг пружина ударника и нажимаете на спусковой крючок плавненько отпускаете ударник все винтовка безопасно она не выстрелит причем эту процедуру можно проделать также и с пулькой в стволе для того чтобы произвести выстрел нужно всего-навсего взвести пружину и винтовка готова к стрельбе звук выстрела воспринимается стрелком как достаточно громкий и звонкий но окружающие говорят что его практически не слышно так что саунд-модератор у коротыша справляется со своей задачей на пятерочку результат vl 12 short меня удовлетворил к размерам винтовки я привык к особенностям спуска тоже даже несмотря на легкий вес винтовки никакого дискомфорта я не испытывал все в целом сложилось так что пора переходить к длинной версии после перестановки прицела скоротыша на длинную версию vl 12 его пристрелки я сделал несколько серий выстрелов результат был такой ужасный что честно говоря даже показывать его не хочется хотя все-таки покажу я выключил камеру на мишени и решил разобраться в чем же дело после долгих экспериментов с сошками положение винтовки на мешке использование разных хватов и удержаний я пришел к истине понял что по крайней мере в моих руках винтовку любят когда ее держит поплотнее и ближе к передней части резервуара поэтому снова включаю камеру на мишень и начинаю стрельбу все точно так же как на версии short только левой руке все-таки удобнее да но вот этот отрыв все-таки моя ошибка спуск такой же тугой как на кротыше и я слишком сильно за него потянул еще не привык адаптер с планками пикатине оказался мне очень кстати на него можно поставить не только много чего нужного но еще за него достаточно удобно держаться еще один отрыв опять дерну спуск вот и закончил стрелковый тест длинной версии vl 12 винтовку я победил и результатом очень доволен те два отрыва автором которых был я сам совершенно не повлияли на общее впечатление о точности этой винтовки кучность на дистанции 35 метров открытом воздухе составила чуть меньше сантиметра если отбросить те досадные отрывы моя затянувшаяся борьба в начале теста за точность этой винтовки скорее всего было не следствием неправильного хвата или удержания я совершенно не учел один факт что на тест ко мне пришла винтовка из коробки то есть не обстреляны и конечно ее стволу понадобилось несколько выстрелов для того чтобы освинцеваться и выйти на номинальную точность обе винтовки показали на дистанции 35 метров примерно одинаковый результат и мне очень сложно выбрать одну из них по этому параметру немного удобней не было стрелять из длинной версии тем более что установленный адаптер с планками пикатине существенно расширяет ее возможности можно стрелять сошек и есть за что ухватиться обе точные размер на выбор простые зарядка и заправка удобная перезарядка хороший манометр небольшой вес неубиваемый пластик большой объем резервуара небольшая цена при прицеливании мешает барабан дизайн на любителя только одна регулировка без разборки небольшой объем резервуара это какая-то короткая это какая-то длинная какую из них выбрал бы я честно говоря решить не могу с одной стороны небольшой размер вес но и как следствие маленький объем резервуара с другой стороны гораздо большая автономность но и длина тоже и все это при практически одинаковой кучности конечно настоящему герою для борьбы со вселенским злом нужен разнообразный инструмент поэтому выбирать не буду возьму обе с этой разобрался это куда дай мне кобуру ну он которая побольше метких выстрелов ребят пока да да давай